МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А также соблюдать рекомендации медиков и Роспотребнадзора. Завершается строительство детского сада в селе Ивановском Кочубеевского района. Новое дошкольное учреждение в ближайшее время откроет свои двери для 140 малышей. На территории сада уже оборудовали зеленую зону для прогулок, спортивные и игровые площадки. В планах высадить фруктовый сад. Работы ведутся в рамках национального проекта «Демография». В городе Зеленокумске завершается благоустройство парка у Дворца культуры. Специалисты установили ограждение по всему периметру парка, а также уложили более 3000 квадратных метров в новые тротуарные плитки на пешеходных дорожках и площадках. Уже обустроили игровую площадку и веревочный городок. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В станице Сентукской предгорного района построили современный детский комплекс. Там оборудовали воркаут-зоны, установили различные качели и скамейки. Площадку огородили и обеспечили ударопоглощающим резиновым покрытием. На строительство комплекса выделили 2,5 миллиона рублей. Проект выиграл в конкурсе по губернаторской программе поддержки местных инициатив. Яркие именины. Ставрополь на этой неделе украсит более 10 тысяч светодиодных огней из свыше 500 светящихся композиций. Это арт-объекты в парках и скверах, а также световые композиции на опорных столбах. Иллюминация зажжется в преддверии дня города. Также подсветка украсит фасады зданий в центре Ставрополя. Субтитры создавал DimaTorzok